Глобальное потепление Фух, ну и жара Да ладно! Мне может вообще холодно? У меня даже нет сил с тобой спорить В эфире новости Небывалая для наших широт жара держится уже вторую неделю Ученые еще не знают, сколько это будет продолжаться Но с уверенностью можно сказать, что глобальное потепление действительно наступило Теперь-то ты не будешь отрицать очевидное? Дружок! Это я во всем виноват! Все это началось зимой Полгода назад Было очень холодно Надо было готовиться к контрольной Тоска! И тогда я подумал Как было бы здорово, если бы зима прямо сейчас кончилась и наступило лето Ах, лето, лето, жарко, лето, вся такая яркая В тот момент мне и пришла в голову эта идея Дружок, ты мой фен не видел? Ты хочешь сказать, что запустил в небо фен на воздушных шариках и вызвал этим глобальное потепление? Угу Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе Чего ты смеешься? Пусть не сразу, но когда прошло время, фен нагрел воздух и наступило глобальное потепление Он сейчас, наверное, уже на орбите Летает там и греет нашу атмосферу Фен на орбите Хе-хе-хе-хе-хе Хе-хе-хе-хе Дружок, не переживай Скоро батарейки сядут и потепление закончится Хе-хе-хе-хе Это были очень хорошие батарейки И они сядут не скоро Это мое видеообращение к мировому сообществу Я, дружок Барбоскин, виноват в том, что устроил глобальное потепление, запустив на орбиту фен, который нагрел воздух Простите меня, пожалуйста, я обещаю все исправить Как можно в такое верить? Вот инфузория Я лично отправляюсь в небо, найду этот несчастный фен и сломаю его, чего бы мне это не стоило Дружок! Стой! Прощай, брат! Прощай, земля! Возможно, я не вернусь, но выполню свой гражданский долг! Сейчас, найдем что-нибудь подходящее моменту Никуда ты не полетишь! Отстань! Ты чего? Я не позволю тебе делать опасные глупости из-за твоего собственного невежества Пусти! Я всему миру обещал Ты ничего не понимаешь в глобальном потеплении! Как это я не понимаю? Я его сам создал! И чего ты не создал? Ученые сошлись во мнении, что глобальное потепление происходит в результате непрерывного природного цикла Никакого влияния на этот процесс земляне не оказывают и оказать не могут А теперь новости спорта Ну, теперь понял? Так значит, это не я! Земля сама нагревается? Ну, конечно! Ура! Стой! Помоги! Стой, дружок! Держись! Аааа! Ааа! 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 Ну вот! Теперь еще и кеды на орбиту полетели! Ааа! Ахахаха! Аааа! Ааа! 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 Аааа! Ааа! Ааа! Аааа! Ааа! Мы собрались здесь, чтобы обсудить серьезную проблему, возникшую в последнее время в нашей семье Вы все знаете, о чем я говорю Да, она совсем свихнулась на этом смартфоне Только в него и смотрит целыми днями, как раньше в зеркало Воза, давай тоже помогай Ага, сейчас Роза, иди обедать, все тебя ждут Да-да, сейчас Роза, ты обещала со мной погулять Ага Мы, конечно, тоже пользуемся техникой Но мы знаем меру Да, а у нашей сестры опасная зависимость Нужно предотвратить полное поглощение психики Розы виртуальной реальностью Да чего, только не пробовали И отвлечь, и отобрать Есть еще вариант Я сейчас работаю над аппаратом, который сможет создавать электромагнитные помехи в работе Розиного смартфона Думаю, я уже завтра смогу опробовать его в действии Малыш, через пять минут переключаем У меня сериал Ага, как раз мультик закончится Ой, телевизор погас Гвоздь мне в кеды Что с приставкой? Только начал второй уровень проходить Думаю, достаточно Да что такое? Батайея села, что ли? А у вас то же самое? Ничего не понимаю Электричество есть, а приставка и монитор не работают Ой, видимо, это мой аппарат так подействовал Какой еще аппарат? Ну, про который я вчера говорил Он создал сильный электромагнитный импульс и... Генка, стоп! Мы же договаривались только про Розин смартфон Похоже, я немного переборщил с зоной охвата Так, давай возвращай все обратно У меня сериал начинается Боюсь, что так быстро я все включить не смогу Возможно, понадобится день или два Да ты что? Мы же с Тимохой соревнуемся, кто раньше второй уровень пройдет Два дня без телека? У меня завтра финальная серия Давай чини сейчас же Слушайте, что такое вообще происходит? У меня на смартфоне помехи все время Главная цель достигнута Скажи спасибо Генке Отвертка Паяльник И изолента Ладно, я пошел к Тимохе Будем с ним по очереди второй уровень проходить Хорошая мысль Можно же воспользоваться Тимохиным компьютером Ну уж нет, я первый придумал А девочкам надо уступать Зайдите Ну как? Починил? Я сделал все, что мог Электроника восстановится только через два дня Что? Совсем, совсем не будет работать? Я в шоке Мама с папой пришли О, папин ноутбук Папочка, давай ноутбук подержу Через него ведь можно кино посмотреть? Дай мне, Лизка Пап, я только на минутку Мне только в блоге пару слов написать на... Ага, на минутку Знаем мы Что здесь происходит? У нас ничего не работает Ни телек, ни комп Ни мобильники И все изогенки Он ненарочно Он хотел Розу спасти от смартфона Давайте-ка мы все отдохнем на время от электронных игрушек Кстати, не пойти ли нам в поход? В походе можно придумать столько всего интересного Про компьютеры и не вспомните Это были наши лучшие выходные Пожалуй, Гена Нам придется тебя просить время от времени Включать твой чудо-прибор Дворовая история Нобелевская премия присуждается Геннадию Барбоскину За достижения во всех науках Ура! Василек, Василек, мой любимый цветок Василек, Василек, мой любимый цветок Василек, Василек Ля-ля-ля, ля-ля-ля Привет, Роза! Что ты там делаешь? Привет! Двор украшаю Кто же так украшает? Цветочки – это вчерашний день Придумала бы композицию из необычных предметов Чтобы было красиво А цветочки разве не красиво? Ну ты даешь! Это же полное отсутствие вкуса Не волнуйся, Роза! Я тебе помогу! Да я и не просила Так, это подойдет А это для Розы слишком сложно Роза, я тут подобрал тебе литературу на первое время Вот уникальные образцы дизайнерского мастерства Трехэтажный велосипед Комната в форме шара Учись, Роза! Знаешь что, Гена? Я просто пыталась украсить двор цветочками Подожди, подожди! Есть у меня одна старая идейка Это что? Не видишь, что ли? Это ракета! Мы поставим ее вместо твоего цветка И у нас будет супер-мега-дизайнер! Ха-ха-ха! Лучше уж я буду дальше сажать цветочки! Цветы – это банально и скучно! Я прав! Я это докажу! Нет, я права! И я это докажу! Нет, я права! Ну, как? Не нравится! Вот где красота! Ах так! Вот оно! Дизайнерское решение! Вот тебе супер-мега-дизайн! Я это так не оставлю! Та-а-а-а-А! Вот и украсили двор Я же тебе говорил Это я тебе говорила Ой, а что это вы тут делаете? А как эта игра называется? Ничего мы не играем Я хотела цветочками двор украсить А Генка со своим мегасамолётом Это вовсе не самолёт, а символ Даже малышу понятно А ты не говори за него Давай лучше спросим Малыш, что лучше, цветы или какая-нибудь ракета? Не знаю Цветочки красивые А ракета тоже интересная Так, а что лучше-то? Мне всё нравится Роза, слушай А может быть он прав? В смысле, что мы с тобой оба правы? И нам совсем не обязательно спорить? Выходит так Пусть каждый по-своему двор украшает А ещё лучше Вместе Василёк, Василёк Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля Спасибо, Тимоха Лизка, круто! В школу завтра не надо Каникулы Но почему только в книгах Мальчик-лади-девочке подвиги совершает А в жизни Никакой ломантики Ой, с этими контрольными не до романтики Чуть годовую по математике не завалила Именно эту тему я и не выучила Вот невезуха, да? Математичка такая Сдаём тетради Всё, думаю, двойка А Тимоха забрался по водосточной трубе И мне дал списать Вот это подвиг! Вадя, тебя! Ну, а ты? А что я? Ну, хоть спасибо-то сказала Ну, я хотела Но когда вышла из класса Тимохи не было А потом забыла Ну, ты даёшь Так иди сейчас, скажи Да ладно Завтра скажу Поздно ведь Спит, наверное Ура, каникулы! Всем пока! Двужок, подожди! Я с тобой! Роза, у меня репетиция Я ушла Пока, мам! А у меня тренировка Я тоже ушёл С Тимохой в футбол играем Ой, мне ж Тимоха нужен А где вы будете? На площадке около школы Ага, я обязательно приду Мне ему спасибо сказать надо Бедная Люси 158 серия Бедная сирота Люси Нанимается на работу Служанкой К породистому бизнесмену Мухтару Так, ладно Тимоха никуда не денется А сериал-то пройдёт Однако он не знает Что Люси Дочь его босса Крупного бультерьера Шеваля Я никогда не забуду Что ты сделал для меня Вот это чувство Я никогда не забуду Ой Мне же к Тимохе надо Слушаю Привет Сонь, давай скорее Мне некогда Ух ты Никогда бы не подумала Ага А опаздываешь? Ну вообще А я будто не опаздываю Ну что я, голодная что ли пойду? Ммм, ещё один оладушек? Где цветные облака? Где красивая река? А сейчас новости футбола Тимоха! Я совсем забыла! Ну давай, брат Пока Ну ладно Пока Увидимся Пока, Тимоха Пока, Тимоха Уехал И что же теперь делать? Я его так и не поблагодарила Просто возьми и позвони Абонент недоступен Недоступен А не надо было откладывать на потом Розь, да ладно тебе! Генка у нас гений Он точняк что-нибудь придумает Он точняк что-нибудь придумает Спасибо, Тимоха Роза Билет на юг Машинист Малыш Барбоскин Желает вам счастливого пути Сохраняйте билетики до конца поездки Ту-туу! Тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих Ту-ту! Ой! Так, ещё раз Это Розин, это Лизин, мамин, дружка, Гены, мой А где же папин билетик? Малыш, мама сказала, чтобы ты шёл домой Сколько выходим? Ты что, взял наши билеты? Игрушки же тоже хотят на поезде прокатиться А без билетов нельзя, вдруг придёт контролёр А где папин билет? Потерялся Это всё Зайка, он потерял А я ведь говорил, сохраняй, Зайка, билетик до конца поездки Надо его найти, нам пола на вокзал ехать Я уже здесь всё перерыл Ты представляешь, как папа расстроится? Все поедут на юг, а он не поедет Ладно, попробуем исправить положение Алло, билетная касса? Можно купить билет на юг для моего папы? Не осталось На юг нет, только на север Ну давай на север купим Должен же папа хоть куда-то поехать Давайте на север Сколько, сколько? Спасибо, у нас денег не хватит А мы нарисуем билетик Будет как настоящий Куда же делись эти билеты? Папа, папа, вот они Малыш, ну как же так? Ты взял билеты без спросу Зайка попросил настоящие билеты Я не мог ему отказать Малыш, без спросу чужие вещи брать нельзя Надеюсь, ты это понимаешь О, а это что такое? Твой билет Малыш, это не мой билет Где мой настоящий билет? Папа, он, он Вот он Лизка, отдай мой купальник Я не ввала Роза, у меня глобус не помещается Малыш, ты зачем мои гири выложила? Ребята, выходим через 10 минут Папа, держи его Держи, держи его Держи, держи его Папа, прыгай Я ловлю Папа, ну его этот юг Поехали с тобой на север Будем с белыми мишками жить Эх, такой же ты у меня все-таки тяпушка-растяпушка О, мой билет! Ура! Ура! Ничего, там кричите Нам пора выходить Поднимайтесь скорее Ура! 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 Ну-ка, не толпимся Проходим Ну, теперь все уедем Правда, малыш? Правда Ну, какой же все-таки папа Тяпушка-растяпушка Тридцать-третий ген Вам бы с черепахами в футбол играть И то продуйте! Если мяч пойдет по константной под углом 30 градусов к штанге Значит, по формуле Собачевского Надо отбить его с энергией 15 кило джоулей Ура! Гол! Что и требовалось доказать О, рано радоваться Это у тебя случайно получилось Сейчас супер-мега-футболист дружок Барбоскин Восстановит справедливость Осинус в кубе минус синус тригонометрической производной Ишь ты, какой умник! Ага, надо изменить пространственное направление Кинетической энергии на 8 градусов Гол! Дружок прииграл! Дружок прииграл! Дружок, ты чего? Я умнее меня! Дружок прииграл! Дружок прииграл! Дружок прииграл! Тридцать третий ген? Или как стать умнее? Ну да! Журнал научной генки прислали! Ооооо! Ха-ха-ха-ха! Ахахахаха! Ахахаха! Ахахахаха! Ахахаха! Гена! Геночка! Смотри! Теперь я смогу стать умным и всегда буду побеждать в футболе Ученые обнаружили, что так называемый 33-й ген отвечает за ум и сообразительность У некоторых псов этот ген отсутствует или ослаблен Понял, мне наверняка не достался, вот ты обыграл меня Лаборатория профессора Бобикова разработала специальный состав Который вживляет в организм недостающий 33-й ген Там и формула этого состава написана, сделаешь его, а? Ну, пожалуйста, пожалуйста Вот стану умнее, сразу на чемпионат мира махну По телеку меня покажут, дружок не знает поражений Он супермозг нашего футбола Да, Генка? Ага А потом, если я такой гениальный, так я и тебе помогу какое-нибудь открытие совершить Получим с тобой Нобелевскую премию И в газетах про нас напишут Спешите прочесть! Дружок Барбоскин изобрел вечный двигатель! Дружок Барбоскин изобрел межгалактический космолет! Дружок решил проблемы сельского хозяйства! Ученые выяснили, кто самый умный пес на свете Да! Молодец! Готово! Да, то есть нет То есть да, но тебе нельзя Как нельзя? Да, нельзя А то это, мало ли кем станешь Я не понял, ты мне брат или не брат? Брат, и поэтому не хочу подвергать тебя опасности А ну отдай! Ни за что! Я понял! Ты его сам решил выпить, чтобы стать еще умнее! Я его сейчас вообще вылью! Только попробуй! Ген, а ты телевизор потянул? А что это было? Тридцать третий ген для ума Верни мой тридцать третий ген! Малыш, сколько будет косинус в квадрате умножить на три? Не знаю Фух, на него не подействовало Вот еще, буду я ему на такие легкие вопросы отвечать Хи-хи-хи-хи-хи-хи! Кто ты? Тьмой ночной ускрытый Подслушавший Признания мои Лиза, ты не брала мою розовую кепку? Кто ты? Тьмой ночной ускрытый Тут тоже нет Лизка, где кепка? Ночной ускрытый Подслушавший признания Лизонька Мне очень нужна эта кепочка Я уже ногти розовым лаком накрасила Кажется, там В ящике под диваном Ох, отвязалась Тьмой ночной ускрытый Кто сегодня пойдет со мной гулять? Я не могу У меня епетиция Двужок погуляет А у меня волейбол Генка погуляет А я... А у меня... У меня очень важное... Это... Что касается прогулки Понимаешь, малыш? Малыш, с тобой будет гулять Роза Роза, сегодня ты пойдешь со мной гулять Ну, Роза, пойдем Ну, где же? На горке, на площадке Пойдем гулять Роза, а ты не это ищешь? Малыш, малыш Какой ты молодец Нашел мою кепочку Давай играть в догонялки Малыш, пожалуйста Отдай мою кепочку Догонишь, отдам Малыш, пожалуйста Не догонишь, не догонишь 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 Малыш, остановись Ты же хороший мальчик Правильно, Роза, тренируйся А то у тебя два по физкультуре А ты сам попробуй догони Спортсмен нашелся 200, 201, 202 Что? Да я тебя в два счета догоню Малыш, остановись Кто ты, тьмой ночной ускрытый Подслушавший признания мои Роза, все равно не догонишь Тебе педикюр бегать мешает Ты что, не видишь? Я же лепетирую Ну ты нашла место Дружок, стой! У тебя на ноге моя роль Отдай мою роль О, какая необычная разновидность базальта Похоже на смесь полнокристаллического базальтового типа С вулканическим туфом Отдай гепочку Отдай мою роль Нет, мой базальт Лизка, стой У тебя в ботинке Мое геологическое открытие Не догонишь, не догонишь Стой! Ура! Здорово! Догонялки! Отдай мою гепочку Да я тебя в два счета догоню Отдай мою гепочку Верни базальт Отдай мою роль Милая, смотри Какая у нас дружная семья Все вместе играют С младшим братиком